Всем привет! С вами Мамина Азбука. Спрашиваете меня, а как вообще речь запускать? Какие этапы там должен проходить ребенок? Что вообще должно быть? Здесь все достаточно просто. Для того, чтобы запустить речь ребенку, ребенок должен пройти все эти этапы, которые должны были быть у него до. Самый первый этап какой у нас при рождении? Крик, то есть артикуляционный аппарат должен быть включенным для того, чтобы, грубо говоря, ребенок не немой. То есть если ваш ребенок достаточно орет или орал, эта стадия считается пройденной. Дальше коммуникация в виде ау-у-у, да, то есть вот это вот огуканье возникает само по себе. Оно рефлекторное, но усиливается оно в ответ на внешний раздражитель, то бишь маму. Соответственно, должна быть реакция на маму. Вспомните, как мама разговаривает с маленьким ребенком? Кто это тут проснулся? Ути-пути! Поэтому все специалисты по запуску речи разговаривают для того, чтобы ребенок на тебя обратил внимание, среагировал на тебя эмоционально и выдал тебе какой-то звук. По-моему, здесь тоже все логично. Следующий момент, да, это полноценная вот эта социальная улыбка. То есть ему должно быть с тобой прикольно. Он должен к тебе тянуться. Вот на этом самом этапе, например, при нарушениях ауспектора, вот здесь как раз, да, и возникает вот этот первый пробел. То есть дети не тянутся к общению со взрослыми, пока они не видят взрослого вот так вот прям в своем поле. То есть у них нет поиска взрослого, у них нет эмоционального отражения. То есть мы тренируем эмоциональное отражение. Для того, чтобы включались наши зеркальные нейроны, нужно плотно взаимодействовать с ребенком и ярко выражать свои эмоции. Дальше. Ребенок должен пройти этап гуления, да, вот этого полноценного. Вот это все должно быть с большим диапазоном. Соответственно, можно вот эти все штуки стимулировать. Например, вы садите ребенка на фитбол, да, особенно если он маленький, катаете его там и ритмично издаете звуки, которые ребенок будет имитировать. Попутно мы развиваем имитацию на другом уровне. Маши, привет! И его ручкой машете себе тоже. Привет! Теперь вы вырабатываете вот эту вот самую имитацию. Дальше. Для того, чтобы ребенок мог себя контролировать, у него должна быть выработана условная двигательная реакция. Специалисты этим занимаются приблизительно так. Когда ты слышишь звук, мы бежим. Когда звук прекратился, мы сели, тоже ждем, да. Так мы формируем наши регуляторные компоненты и так далее. То есть с детьми мы как делаем? Смотри, собачки нету, нету, нету. Собачка появилась. Что теперь делаем? Привет! Собачка спряталась. Некому теперь махать. Так, так, так. Ой, смотри, опять появилась. Привет! Да, то есть на таком базовом уровне. Дальше мы учимся взаимодействовать вместе. То есть я тебе бросаю мячик. На, ты за моим мячиком следишь и теперь дай. Да, то есть условная реакция на мой звук. Теперь я у тебя прошу и ты это делаешь. Не просто как ты меня увидел, а когда я тебя прошу. То есть так это в энтогенезе реально формируется. Но, конечно же, когда этот кусок был пропущен, специалисты это формируют более утрированным способом. Но вот эти вот моменты тоже должны быть у нас отрегулированы. Дальше у нас должен быть этап лепета. Ба-ба-ба, ма-ма-ма. Специалисты тоже стимулируют эту историю на фитболах с усилителями звука, с отстукиванием, с отхлопыванием, с громкими криками. Ба-ба-ба-ба-ба, ма-ма-ма-ма-ма и так далее. Дальше это должен быть первый звук. Как там наш Миша поёт? Или самолётик летит, да? А теперь мы с тобой будем что-то тянуть и так далее. Дальше мы переходим снова к слогам, только уже не клепетным, а изолированным. Я стучу, говорим, ка-ка-ка. Да, и так далее. Потом мы переходим постепенно к слиянию слогов, в то, чтобы у нас получилось слово. Кто-то начинает со слов типа «мама», где слоги одинаковые. Ма-ма. Сдвинули картинку, а тут фотка мамы, да? Кто-то делает там из оперы, там есть «му» и есть там «ха-ха», да? «Му-му-ха». Сдвинули, у нас получилось «му». Ну, то есть, в идеале надо пройти и тот, и другой этап. Дальше мы отрабатываем на слоговой структуре все слова по классам, по марковой. И дальше переходим к первой фразе. Для этого еще должно быть сформирован уровень понимания глаголов, да? То есть, дай, на, кидай, брось. И этот диапазон глаголов должен отображаться простыми словами в лексиконе ребенка. Бах, бом, иду, ду, ду, кач. Да, это же тоже глаголы, которые, ну, такие вот задачные слова, которые там, кач может обозначать и лошадку, и качаться на лошадке, да, и что-то там, куклу я качаю, что-нибудь в этом духе. Вот. Поэтому, по сути, ну, просто мы следим за самим антогенезом, мы пытаемся вызвать то же самое. То есть, мы на занятиях делаем вот так. Любая мама дома тоже желательно, чтобы эти этапы проходила. Я всем говорю книжку, вот. Я всем рекомендую Нины Кульковой книжки. Две. Первая, анатомия речи, а вторая, запускаем речь у неговорящего ребенка. Вот больше, чем там, мне кажется, для обычного родителя, ну, вообще не надо. Вот почитайте, ну, посделайте то, что там. Будет вам счастье. Может быть, сэкономите деньги на логопедии на запуске речи.